Здравствуйте! Сегодня я, Олексенко Артемий и Павел Даниил, представляем вам проект «Автоматизированное тестирование веб-приложений». Автоматизированное тестирование приобретает всю большую значимость в текущих реалиях. Во-первых, данный вид тестирования имеет огромный спектр опций для проверки и дает широкую картину работоспособности функций сайта. Во-вторых, тестирование – очень трудоемкий процесс, и делать его вручную нецелесообразно. Кроме того, готовую схему можно адаптировать под разные приложения. И, наконец, с каждым днем индустрия развивается, что ведет к усложнению процесса тестировки. Цель проекта. Перед началом работы над проектом была подставлена следующая цель. Выбрать объект тестирования, у нас это был сайт Home.Efi, и разработать для него систему автоматизированного тестирования функционала с наглядным результатом работы. На данном слайде вы можете видеть задачи, которые мы выполнили в ходе работы над проектом. Нашу работу можно условно разделить на три этапа. Ознакомление с теорией – это задача 1-2. Затем практический этап – это написание первых тестов и изучение необходимых библиотек для работы. Наконец, работа с итоговым продуктом и представление результатов. Теперь подробнее про работу на каждом этапе. На начальной стадии мы ознакомились с разновидностями тестирования по различным критериям. Далее мы перешли к практике и с помощью системы управления тестированием тест-ит разработали первые тест-кейсы. Затем приступили к их автоматизации. Разобрались с библиотекой Selenium. И на последнем этапе мы объединили это все в рабочий продукт. Сейчас мы покажем вам некоторые из тестов, которые были нами реализованы. Это прапка нашего проекта. Здесь вы можете увидеть файлы, в которых находятся странички, которые загружаются и некоторым способом передают информацию о странице в программе. Здесь просто конфигурационные файлы, такие как внутренний environment и requirements.txt. Что это такое? Это файлик, в котором рассказывается, что нужно скачать. И основной проект и основной именно документ, который сам включает уже проект. Давайте запустим и я покажу, как он работает. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Очень удобно показывает, как прошли или не прошли некоторые тесты. Так, допустим, вы можете увидеть то, что два теста не прошло, а шесть тестов прошло. И за общее время полторы минуты. Здесь показано то, что некоторые тесты прошли, и это показывается в пейсет, и когда тест пройден, показывается общее количество процентов пройденных тестов, которые уже прошли скорее. Пейлот, когда тест не прошло. И так работает наш проект. По данной ссылке вы можете ознакомиться с нашим проектом на GitHub. Спасибо за внимание. До свидания.